Бешеходному переходу снимаем наушники, чтобы не уменьшать свою бдительность. Красивая форма, дисциплина, готовность в любое время прийти на помощь. Ксении с самого детства нравилось смотреть на сотрудников госавтоинспекции. Привлекала выдержка таких людей. Спустя годы и сама примерила форму. Теперь несет службу в органах внутренних дел. В этом году отмечают профессиональный юбилей. 10 лет. Но свой первый рабочий день помнит до сих пор. Так как я закончила ведомственный институт, но гражданский факультет, я видела людей в погонах, сталкивалась с ними именно в университете, курсантов. И потом я на практику проходила тоже. И когда я пришла в первый день на работу, то есть мне было как бы не в новинку видеть сотрудников, но в госавтоинспекции очень сплоченный коллектив. Все приняли очень уютно, доброжелательно. Помнит и как получала свое первое звание. Бладший лейтенант. Прошла учебные курсы и стала полноценным сотрудником. С тех пор сомнений у Ксении не возникало. Пропаганда безопасности дорожного движения – ее призвание. Пешеходный переход, детское кресло, нетрезвый водитель – лишь часть акций, которые она проводит вместе с коллегами. И с сотрудниками технического надзора, и дорожного. То есть мы задействованы во всех службах отдела госавтоинспекции. То есть достаточно наша работа, можно сказать, очень разнообразная. У нас не бывает такого распорядка какого-то определенного, чтобы мы приехали, у нас что-то было по плану. Своим наставником считает старшего инспектора Евгению Воронину. На профилактических акциях почти всегда вместе. Да и в самом отделе работа никогда не останавливается. А когда есть свободная минутка, приходят в музей госавтоинспекции. Вспоминают о прошедших днях на службе. Евгения Валерьевна, тут какая-то очень интересная фотография. Что за мероприятие было тогда? Это мероприятие было в 2013 году. Была встреча председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева с экспертами по вопросам повышения безопасности дорожного движения. А главное, наш руководитель, начальник госавтоинспекции Владимир Николаевич Егоров всегда нас поддержит, поможет в нашей службе. Не женская профессия. Этот стереотип давно в прошлом. Будучи сотрудником, понимает. Все задачи ей по силам. А поддержку получают не только от коллег, но и от участников дорожного движения. Был случай, мы обеспечивали порядок на пешеходном переходе. И ко мне, например, подходил пожилой человек, дедушка. Очень приятно реагировал. И даже вот мы там на протяжении несколько дней стояли. То есть он меня видел и читал. Просто подходил, там желал доброго утра, доброго вечера и читал просто приятные стихи. Кстати, в своей семье она первый полицейский. Строгой дисциплине научилась у отца военного. Так же, как и правильно распределять свое время. А его она проводит с семьей или в поездках. Впрочем, тяга к дороге была всегда. Я люблю ездить за рулем. Путешествую. Очень люблю на дальние расстояния ездить. И здесь, близко где-то. В общем, большая моя часть времени проходит в дороге. Служба научила Ксению на все ситуации реагировать решительно. Главное – всегда быть на связи, чтобы успеть оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Екатерина Крамор, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин